Вы смотрите новости на седьмом канале в студии. Олеся Татар. Здравствуйте. За первую неделю 2018 года огонь забрал жизни четырех людей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области. Всего произошло 57 пожаров, а материальный ущерб составляет свыше 300 тысяч гривен. Всего в стране за прошедшую неделю в результате возгорания погибли 58 человек. Чаще всего причина пожара — нарушение правил безопасности. Спасатели обращаются к жителям Одессы и области с просьбой проводить проверку электропроводки, выключать электротехнику, выходя из дома, а также не забывать о правилах безопасности при эксплуатации печного отопления. Пожар на улице Львовской. Возле общежития Одесского государственного экологического университета сгорели две иномарки на польских номерах. Возгорание произошло в два часа ночи. Открыто уголовное производство по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества» ведется следствие. На место прибыл экипаж патрульной полиции, там работали пожарные службы, также на место прибыла, естественно, оперативная группа. Пожар был потушен, пострадавших людей нет. Причина возгорания будет установлена в ходе всех необходимых экспертиз. Подробности смотрите в сюжете Кристины Немченко в 16-часовом выпуске новостей. Одесский порт по результатам работы за 2017 год занял второе место в стране по грузообороту. С января по декабрь прошлого года морские порты Украины обработали на 0,9% больше грузов, чем в 2016 году, что составило почти 133 миллиона тонн. По данным администрации морских портов Украины, больше всего грузов обработал порт Южный. Там увеличили перевалку на 6,6%, что составило практически 42 миллиона тонн. В Одесском порту обработали почти 25 миллионов тонн груза, он на втором месте. Третье место досталось Николаевскому, а вот Черноморский торговый порт занял четвертое место. АМПУ также сообщает, в 2017 году почти на 30% вырос объем перевалки импортных грузов. Наибольший прирост в 6 раз пришелся на химические и минеральные удобрения. В перевалке экспортных грузов значительную долю традиционно занимает зерно. Одесским госслужащим необходимо заполнить электронные декларации за 2017 год до 1 апреля. Об этом напоминают в Национальном агентстве по противодействию коррупции. Электронное декларирование касается лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления. Им необходимо зайти на официальный веб-сайт НАПК и указать информацию о доходах семьи, объектах недвижимости, ценном имуществе, транспортных средствах и не только. Пока это вся информация. Больше новостей смотрите в следующем выпуске в 16.00. Но не переключайтесь. Далее эфир седьмого продолжит моя коллега Татьяна Милинко. Оставайтесь с нами. Будет интересно.